Если снежный человек и обитает в Башкирии, то скорее всего в Белорецком районе на реке Зелим. Несколько жителей села Бутаева рассказывали о своих встречах с Гоминидом. «Снежные люди предпочитают дикие горные лесистые места», – рассказывал журналистам известный в Республике турист и организатор активного отдыха Николай Кочнев. Правда, ему лично сталкиваться со следами снежного человека в Башкирии не доводилось. Хотя во время походов по заповедным местам кое-какие свидетельства о существовании загадочного существа собрать все-таки удалось. Вот свидетельства очевидцев. В 2010 году житель села Петропавловка Челябинской области вывозил свои ули на пасеку, которая находится в районе Голой горы, что на территории Башкирии. В тот день Сергей вместе с сыном-подростком отправился в лес проверить ловушки для пчел. Возвращаясь в сумерках, неожиданно, в метрах в пятидесяти от дороги, сын увидел странное существо. Иети, если это был он, сидел на корточках, а трава высотой примерно в полтора метра доходила ему только до груди. Лохматое существо было покрыто серо-белой длинной шерстью. Затем оно встало на ноги. Отца и сына пробрала дрожь, и они поспешили удалиться. Что за существо встретилось им в лесу? Они не знают, ни то снежный человек, ни то инопланетянин, чей-то розыгрыш или уникальный феномен. Спустя некоторое время на пасеку к Сергею приехали гости. Два лесника из села Кадырово и рассказали, что по дороге сюда тоже встретили снежного человека. Лесники ехали верхом на лошадях и увидели существо, ростом 2,5-3 метра, сплошь покрытое длинной шерстью, которая при виде всадников скрылась в зарослях. О своей встрече со снежным человеком Сергей рассказал государственному инспектору по надзору за охраной воспроизводством, использованием объектов охоты и среды обитания Виктору Шатрову. Инспектор тщательно исследовал то место, где отец и сын встретили странное существо. Была обнаружена лёшка круглой формы, не характерной для обычных обитателей уральского леса, а также фрагмент заячьей шкурки. Обычно хищник раздирает свою добычу и поедает мясо вместе с шерстью. Здесь же было видно, что шкурка аккуратно снята с животного. Традиционные же поиски реликтового гоминида исследователи проводят в других местах. Бихфута много раз видели на Кольском полуострове. По мнению современных учёных, снежный человек – это тупиковая ветвь развития человека, сохранившаяся до наших времён. «Моя жена видела его», – рассказывает Кочнев, «когда оставалась одна в лесном домике, в котором мы жили во время экспедиции на Лавозере». Йетис заглянул в окно. Сам же путешественник находил следы гоминида в районе Памира-Алай. Они напоминали медвежьи отпечатки, но с ярко выраженным большим пальцем. В Башкирии же, если Бигфут и существует, то живёт там, где не ступает нога человека – в горно-лесных заповедных массивах. Есть неподтверждённая версия, что существует две популяции йети. Горные популяции снежных людей живут в пещерах, а лесные строят гнёзда на ветках деревьев. Впрочем, Российская Академия Наук не признаёт существование снежного человека и не верит частным исследователям. По официальной версии, земля уже достаточно изучена, и на ней не могут обитать неизвестные науки существа. А вот анонимный комментарий под этой статьёй. «Отите, просто посмейтесь, но я это видела. Это было в августе 2006 года в Башкирии, в одной из деревень Аургазинского района. Меня до дома провожал молодой человек. По дороге нет освещения, только во дворах своих домов. Моя мама вышла во двор и позвала домой. Время было за полночь. От нашего дома в 30 метрах стоит колонка. Мы были от неё метрах в 60. У молодого человека зрение было плохое, и он в этот вечер был без очков. Когда меня окрикнула мама, я чётко увидела силуэт большого человека с шерстью. Это нечто встало из-за колонки, резко направилось в сторону речки Аургазы, тяжёлой походкой. От колонки река в метрах в 70. Когда я это увидела, я остановилась в ступоре, громко крикнула, показав пальцем в ту сторону. «Вы это видите?» К сожалению, они не увидели. Так как молодой человек был без очков, а мама не поняла, куда смотреть. Это нечто было высоким. Два метра, точно. Полностью покрыт шерстью. Отсветло до тёмно-серого цвета. В нашу сторону голову он не поворачивал. Шёл напрямую к реке, как будто не в первый раз находился в этом месте. Видела я это нечто в течение минуты. Я была в шоке. Подойдя к дому, я у молодого человека и мамы переспросила, видели ли они это. На что они оба надо мной посмеялись. Далее я хочу рассказать о нашумевшем в соцсетях видео. В тот вечер учалинец Вадим Гельманов возвращался с другом Сыремеля. Было уже темно, около 22 часов, когда нечто ростом под 2 метра выскочило на дорогу. И снова махнуло в лес, рассказывает Вадим. «Мы опешили. Ближайшая деревня в 15 километрах. Да и то, один жилой дом там только остался». Мужчины настолько были шокированы, что даже не остановились, чтобы поглазеть на следы. Уехали. А дома просмотрели запись с видеорегистратора. Да ведь это снежный человек. «Сам я всю жизнь в учалах живу. Частый гость на Еремеле. Там у нас домик есть». Но ни разу подобного не встречал. Даже следов странных не видел, говорит молодой человек. Но слухи про снежного человека у нас постоянно ходят. К примеру, один мой знакомый рассказывал, что как-то столкнулся с иети. Тот кидал пни под его машину. Этот мужчина – взрослый, уважаемый человек с хорошей должностью. Не думаю, что он стал бы байки травить. Так кто же встретился с туристом в глухом зимнем лесу? Версия первая. Животное. Точно можно сказать, что это не лось, рассуждает руководитель Училинского отделения Ассоциации охотников и рыболовов Андрей Макеров. Видно, что существо бурого цвета, но и медведи на задних лапах не передвигаются. Вообще бежит как человек. Эхо обидно, следы не сфотографировали. Все понятнее бы стало. Версия вторая. Постановка. Видео вполне может быть постановочным. А что если кто-то инсценировал все это, чтобы народ потешить и просмотры набрать на ютубе? Не секрет, что при должном умении эти просмотры вполне реально монетизировать. Ролик выложен с умом. С заголовок, что называется, оптимизирован под поисковые запросы. В Башкортостане обнаружили снежного человека. Russian Bigfoot. Yeti. Неужели автор ролика просто раскручивал свой канал? С другой стороны, зачем для этого надо было ездить в такую глушь? Хоть в парке уфимском снимай. Да и покреативнее что-нибудь можно было придумать. Следы на снегу нарисовать, например. Версия третья. Пугливый браконьер. В тех местах охота запрещена. Природоохранная зона. Возможно на видео браконьер. Но разве стал бы он перед машиной выскакивать? Схоронился бы, переждал пока проедут туристы. Один из местных охотников по нашей просьбе разбирает нашумевший ролик. И на зверя не похоже. Вообще в той местности в деревне Кирябинка родители мои всю жизнь живут. И я там частый гость. Но никогда и эти и прочую несисть не встречал. Версия четвертая. А может все-таки и эти? Поговаривают лет 20 назад в Гафурийском районе группа охотников из шести человек отправилась в лес. На ночевку. Остановились в зимовье. Рассказывает главный охотовед Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкирия Марат Сафин. Посреди ночи проснулись. Услышали шаги на чердаке. Стукнули палкой по потолку. Слышат кто-то кинулся прочь. А утром увидели огромные человеческие следы. 50-52 сантиметра в длину. Пустили собак вдогонку. Те привели к ущелью в скале. Забежали внутрь. Но тут же обратно выскочили. А потом охотники нашли второй вход в пещеру. Так и не поймали и эти. Кстати, есть поверье. Увидел снежного человека. Долго не проживешь. Сейчас почти все из той группы умерли. По разным причинам. А единственный выживший зарекся рассказывать об увиденном и показывать те места. Днение ученых против. Снежный человек не может быть, убежден ученый Дмитрий Гимранов. Научный сотрудник Института экологии растений и животных. Через наши руки проходят сотни и тысячи костей. Даже человеческие встречаются. Но останков снежного человека мы не находили. Нет ни единого достоверного научного факта, доказывающего его существование. И за. У меня нет никаких сомнений. Видео не поддельное. И в кадре снежный человек заявил ученый и директор Международного центра гоминологии, кандидат исторических наук Игорь Бурцев. Во-первых, это двуногое отличает от человека большой шаг. Во-вторых, у него своеобразная скользящая походка. Есть много свидетелей, документальных подтверждений. В последние годы появляется все больше сообщений про снежных людей. Их видели в Кемеровской области, во Владимирской и даже в Подмосковье. Нам присылают письма из Англии и Франции. Есть фото следов снежного человека и знаков, которые он оставляет. Гнет ветки, своеобразно скручивая их. Строит небольшие шалашики из палок. Почему тогда в Училинском районе местные йети ни разу не видели, коли он так вольно бегает по автодорогам? Гоминоиды избегают контакта с людьми и появляются только когда им нужно. В этом случае мне кажется странным, зачем он выбежал на свет фар. Но, полагаю, сделал это специально, чтобы привлечь внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...